Министру внутренних дел Арсену Авакову хотят спустить с рук скандал с закупкой тактических рюкзаков. Напомню, речь идет о деле 2015 года, когда журналисты обвинили министра в том, что он организовал для Нацгвардии закупку рюкзаков на 14 миллионов гривен через фирму своего сына. Теперь же окружной административный суд Киева отклонил иск одного из участников тех торгов, решив, что все прошло законно. Несмотря на то, что в Национальном антикоррупционном бюро по факту этого тендера открыто уголовное дело. Все подробности в материале. Семейный бизнес. Еще в 2015 году эти кадры облетели всю Украину и Европу. Пока волонтеры собирали по копейкам деньги для бойцов, замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь собирал себе на счастливую пенсию. На видео он общается с человеком, очень похожим на Александра Авакова, сына министра МВД. Чеботарь предлагает купить через его фирму большую партию рюкзаков для Нацгвардии. Этот разговор состоялся в декабре 2014 года. Немного спустя состоялся тендер. Его выиграла неизвестная фирма Днепровент, получив 15 миллионов гривен из бюджета за поставку якобы 6 тысяч тактических рюкзаков. Однако военные их не видели. По данным журналистов, Днепровент непосредственно связан с Александром Аваковым и его другом-харьковчанином Владимиром Литвином. По этому факту открыто уголовное дело. В прошлом году НАБУ открыло уголовное дело и против еще одного бизнесмена в погонах, теперь зама Авакова Трояна. Речь идет о возможной организации сборов поборов с его коллег в министерстве. Вот видео разговора Трояна и одиозного Сергея Чеботаря. Тот учит новичка в системе МВД, как собирать с гаишников по 100 тысяч долларов в месяц, якобы на нужное то. А с частных предпринимателей деньги на несуществующие ремонты в райотделах. Уже этим летом Троян стал фигурантом еще одного скандала. СМИ сообщили, что он был задержан на крупной взятке 2 миллиона гривен. И опубликовали фото, где он якобы подписывает свои показания. Однако сам Троян все отрицает. О судьбе этого дела до сих пор ничего не известно. Еще один близкий друг по бизнесу Авакова, его зам Алексей Тахтай. Он также фигурирует на скандальных пленках из кабинета Чеботаря. Его связывают со схемами по нелегальной продаже песка. Как выяснили правоохранители, речь шла о махинациях как минимум на 5 миллионов гривен. Весной в этом деле был задержан директор госпредприятия «Спецсервис» Василий Петровский. Бывший коллега Авакова по партии. Однако вскоре его отпустили. Это дело, как и другие громкие расследования против Арсена Авакова и его ближайших соратников, до сих пор висят в правоохранительных органах. Один из главных фигурантов Сергей Чеботарь бежал из страны. По мнению журналистов, именно МВД всячески стопорит дальнейшие расследования. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканал Интер. Александр Котов, Дмитрий Шилин.